Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ новости. В студии работает Гульмира Тимиргалиева, сурдоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. И в начале выпуска коротко о самом главном. Нет презентам. Госслужащих будут строго наказывать за получение подарков. Царица полей. В Панфиловском районе началась уборка кукурузы. Под опекой государства. Работники системы соцзащиты отмечают профессиональный праздник. В сфере трудовой миграции казахстанцев сохраняются сложности с регистрацией. Различные бытовые трудности связаны с переселением и другие проблемы, с которыми приходится сталкиваться некоторым нашим согражданам. Так высказался президент Касымжу Мартукаев, принимая участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия. Подробнее об этом и других актуальных темах в продолжении сюжета. Прежде всего, Национальный совет стал эффективной институциональной структурой, способной установить конструктивный диалог между властью и обществом. А его члены вносят вклад в выработку и реализацию важных для нашей страны решений. Касымжу Мартукаев подчеркнул, что, несмотря на пандемию, на платформе совета регулярно обсуждаются актуальные вопросы развития страны, реализовано несколько важных инициатив. И в данный момент разрабатываются новые предложения по реформированию различных сфер государственной политики. «Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далёкой перспективе, а уже в ближайшее время. Надо понимать, что международные рейтинги при всей их важности уже не производят впечатления на граждан и не оказывают эффекта на их социальное самочувствие». Президент отметил важность улучшения условий для наших сограждан, переселяющихся с юга на север страны. Поэтому отметил о необходимости доработки программ «Серпен» и с дипломом «Село», эффективная реализация которых сделала бы северные регионы более привлекательными для молодёжи. Отдельный глава страны остановился и на вопросах системы образования, напомнив о своём поручении по трансформации организационной структуры высших учебных заведений. «Большинство вузов уже стали некоммерческими акционерными обществами. Это вызывает в обществе всякие домыслы и опасения по поводу последующей продажи крупных государственных вузов частной руки. В этой связи заявляю, что национальные и государственные вузы продаваться не будут. Данный вопрос находится на особом контроле». Говоря об образовании, отчисленные библиотеки должны соответствовать современным реалиям, при этом не теряя своей просветительской роли. Дети с ранних лет должны выработать себе любовь к чтению, а защита их прав будет стоять отдельным пунктом. Касымжо Мартукаев заявил о необходимости разработать и внедрить с 2022 года национальный мониторинговый механизм – индекс благополучия детей. Введение индекса даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам. «Мы видим, как сам институт государства проходит испытания на прочность и эффективность. Перспективы многих глобальных и региональных проектов в этих условиях выглядят, надо сказать, туманными. Подвергаются серьезной ревизии широко распространенные идеологические и философские концепции. Заметную трансформацию претерпевают общественные практики и нормы, а также модели поведения людей. Становится очевидным, что в таких кризисных условиях любое государство должно исходить из своих долгосрочных национальных интересов во имя сохранения стабильности и обеспечения благополучия народа». Резюмируя свое выступление, глава государства подчеркнул, что предстоящая 30-летняя годовщина независимости должна пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Елена Манраембеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Депутаты, судьи и госслужащие сектора А отныне не имеют права получать материальное вознаграждение за свои услуги. В случае, если президенты поступят на имя госслужащего без его ведома или будут получены членами его семьи, дары незамедлительно должны быть переданы в департамент комитета госимущества. В противном случае нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком от 3 до 15 лет. Если сумма подарка превысит 2 МРП. Поправки были внесены и в кадровую политику. Теперь госслужащим запрещено иметь родственников в прямом подчинении. Потому кандидат на государственную должность обязан будет письменно уведомить руководство о работающих там близких родственниках. Эти и другие поправки в антикоррупционном законодательстве вступили в силу с 16 октября. По словам спикеров, данные изменения поспособствуют искоренению внутриполитической коррупции. Около 10 законов ряд изменений внесены. В зарубежных счетах депутаты или другие госслужащие все не имеют права открывать счета. В отношении наших сотрудников последующие будут оплачивать квартиры, а перед следственной частью именно оказание материальной помощи. В Алматинской области близится к концу уборка кукурузы. В этом году общая площадь ее посевов составляет около 90 тысяч гектаров. Панфиловский район – один из флагманов по выращиванию янтарного зерна в ЖТСУ. Больше трети всех угодий возделывают именно в этом регионе. Эти кукурузные поля принадлежат крестьянскому хозяйству Кожамбердиев. Из 120 гектаров посевов, имеющихся во владении хозяйства, 90% уже убрано. Аграрии отмечают – установилась теплая погода. А это прекрасная пора для быстрой и слаженной уборочной кампании. Как утверждает руководитель хозяйства, урожай в этом году отличный. С каждого гектара собираем по 10 тонн кукурузы. Это хороший показатель. Сейчас на поле вместе со мной работают 30 человек. Осталось собрать всего 15% посева. Получаем субсидии на один гектар по 6 тысяч тенге. Другой житель села Пинджим, Марубжан Касымов, выращиванием кукурузы занимается один. Посевов у него 7 гектаров. Весь вложенный труд весной и кропотливая работа по уходу за царицей полей на сегодня оправданы. Урожай богатый, с радостью делится кукурузовод. Погодные условия этого года были особенно благоприятны. Оттуда и хороший урожай по сравнению с прошлым годом. Есть и государственная помощь в виде субсидий, удобрений и ГСМ. Их получаем весной. В общем, не жалуемся. Кто хочет работать на земле, сейчас есть возможности. Самое главное – не лениться. Все хозяйства обеспечены современной техникой. Это намного облегчает труд сельхозников и позволяет сразу с поля отгрузить чистые зёрна. Кукурузы без початков. В день я убираю 20 гектаров. Длина этого поля – 2 километра. С одного ряда я собираю три бункера. В одном бункере – 3,5 тонны. На этом комбайне я работаю уже три года. Хорошая техника. Сразу же отделяет зёрна от початков. Собранный урожай многие сушат самостоятельно. Благо для этого отведено специальное место, когда-то созданное по инициативе Акима области. Для получения большей прибыли высушенный урожай агрария реализуют немного позже. Ну а большинство хозяйств, которые сотрудничают с местным перерабатывающим заводом, сразу с поля отправляют зёрна на сушильный комплекс. Для этих крестьян предусмотрены дополнительные субсидии. С прошлого года государство разработало программу субсидирования производителей сельхозтоваропродукции, которые будут сдавать свою продукцию именно на переработку. Это получается 6 тенге за каждый сданный килограмм кукурузы. Это хорошее подспорье для самих крестьян. К примеру, допустим, если крестьянин имеет 10 гектаров, при нынешней средней урожайности 7-8, в районе 6-6 с лишним миллионов крестьянин получат чистых денег на расчётный счёт. На сушильном комплексе работают 12 человек, где за сутки принимают в среднем 300 тонн кукурузы. В целом, в Панфиловском районе этот полезный злак выращивают на более чем 26 гектарах земли. В Панфиловском районе 26 053 гектара земли отведено под кукурузу. С 22 гектаров урожай собран. В основном крестьяне сдают кукурузу в Жаркенский крахмалопаточный завод и в завод, который находится в Шамалгане. Также этот злак является основной частью кормовой базы местных животноводов. В планах получить более 64 центнеров с гектара, я думаю, так и будет, поскольку урожай действительно хороший. В целом, по Панфиловскому району планируют собрать около 170 тонн кукурузы. Гульназ Мустафа, Мадибай Бусынов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работника системы социальной защиты. В этой сфере трудятся более 30 тысяч человек, из которых свыше 10 тысяч – социальные работники. Они оказывают необходимую помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам и другим защищаемым категориям населения. Луиза Исраилова отдала профессии соцработника 25 лет своей жизни. Всё это время она работает в Толгарском центре оказания специальных социальных услуг АЕЛА. В её группе Гульдер воспитываются шестеро детей с психоневрологическими заболеваниями, нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП и синдромом Дауна. Как признаётся Луиза, в первые годы ей было очень сложно вести постоянный уход за больными детьми с различными сложными диагнозами. Когда увидела таких детей, плакали девочки, женщины, которые постарше, по сколько лет, которые работали, они успокаивали, говорили, относись к ним, как к своим детям, и привыкнешь, всё будет хорошо. Работу свою люблю, детей тоже очень скучаю, когда ухожу, допустим, в отпуск. В мою работу входит кормление детей, подмывание, постригаем ногти после бани, уши, играем с ними. На сегодня в центре воспитываются 76 детей. С учётом психофизических особенностей они распределены по группам. Это нужно для формирования социальных навыков и проведения коррекционно-развивающего обучения, говорят сотрудники центра. Вот уже седьмой год в центре находится мальчик по имени Мадиар. Он подкидыш с очень сложным диагнозом – умственная отсталость. Благодаря правильному и постоянному разностороннему уходу он делает значительные успехи в развитии. Больше всего в нём удивляет сосредоточенность и внимательность. Вот только в физическом плане улучшения добиться пока не удалось. Так влияет на здоровье болезнь, полученная при рождении. Кроме социальной и медицинской помощи в центре также занимаются и юридическими вопросами. Такой подход к работе позволил некоторым детям вернуться к родителям. Мы идём на уменьшение. Если в прошлом году у нас было 85 детей, сейчас у нас 76 детей. Мы вернули пятерых детей родителям. Троим восстановили права, законные права родителей. Двоих детей забрали. Сейчас одного ребёнка у нас забирают на патронатное воспитание и готовим документы на возврат в семью. Как говорит Лязат Абдрахманова, у сотрудников центра сложная работа. Они прилагают максимум усилий, чтобы дети с тяжёлой инвалидностью почувствовали себя немного лучше. Дети у нас тяжёлые. Но несмотря на это коллектив очень слаженно хорошо работает. Потому что отношение коллектива к нашим детям – это особый дар. Не каждый сможет работать. Я хочу, пользуясь моментом, сказать большое спасибо коллективу за уход, за внимание, за заботу о наших детях. К сожалению, здание центра не отвечает требованиям сегодняшнего времени. В связи с этим из областного бюджета выделены финансовые средства на возведение нового трёхэтажного дома для таких детей. Уже скоро начнётся его строительство. Гульназ Мустафа, Асет Дюсимбек, телеканал ЖТСУ, Толгарский район. Для детей и взрослых. Социальный центр Жануя намерен расширить охват малообеспеченных и многодетных семей теперь и в сфере обучения. На его базе будет действовать различные учебные курсы кулинаров, поваров и других специалистов. Помимо этого, центр ведёт активную воспитательную работу с несовершеннолетними. По запросу родителей будут открыты различные кружки по интересам. Занятия будут бесплатными, но со строгим соблюдением санитарно-эпниологических требований. Напомним, центр Жануя, созданный при поддержке руководства города Талдыкурган в январе этого года, оказывает широкий спектр услуг в образовательном, информационном и консультационном направлении. Кроме того, центр информирует социально уязвимые слои населения и о существующих социальных программах. За время деятельности организации за помощью к её специалистам обратилось свыше двух тысяч горожан. С января месяца у нас проводится ряд курсов. Один из курсов, который очень востребован, это курсы массажа. С октября месяца мы запускаем курсы кройки и шитья, курсы кулинарии поварского искусства и курсы маникюр, педикюр, визаж. И компьютерный курс ещё. После завершения курсов участники, которые прошли данное обучение, получат сертификат, то есть это профессиональный сертификат, благодаря которому они могут трудоустроиться. Международный аэропорт Петропавловска на грани банкротства. Коллектив уже несколько месяцев не получает заработную плату. Об этом работники предприятия рассказали Акиму области во время онлайн-приёма граждан, передаёт Хабар 24. Выяснилось, что воздушная гавань работает в убыток. Несмотря на статус, рейсы совершают только внутри страны, и то в два города – Алматы и Нур-Султан. В компании трудятся около 90 человек. Работодатели задолжали им почти 24 миллиона тенге. Вопрос с выплатой денег сейчас на контроле в госинспекции труда. Рассчитаться с сотрудниками там пообещали до 10 ноября. А вот сам аэропорт планируют перевезти в ведение местного Акимата. 290 тысяч мальков карпа и сазана выпустили в озеро Балхаш в Жамбылской области. Всего до конца года в естественную среду обитания выпустят свыше 2 миллионов жизнестойкой молоди. Зарыбление водоемов в Жамбылской области проводят ежегодно. Весь процесс на контроле специальной комиссии. В регионе действует несколько крупных питомников по выращиванию мальков. Их рыбой провели зарыбление и в Карагандинской, а также Акмолинской областях. По словам специалистов, осень – лучший сезон для проведения этой процедуры. Подходящая температура и достаточный объем воды на водоемах обеспечивают приживаемость рыбы около 70%. Отметим, тем, кто занимается рыболовством, планируют оказывать дополнительную поддержку. Мерседес-Бенц G-класс с подложными дипломатическими номерами был задержан полицейскими в Нур-Султане, сообщает закон КИЗ. Водителям автомобиля было совершено 12 нарушений ПДД, выявленных АПК Сергек, на общую сумму около 250 тысяч тенге. Машину водворили на коммунальную стоянку. Теперь 42-летнему водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав сроком на один год. Водительское удостоверение изъято. Установлено, что ранее дипломатический номер был зарегистрирован на посольство Польши, а позже снят с учета. Полицейские проверяют, каким образом дипломатический номер оказался у водителя Мерседес-Бенц. На страже порядка. Полицейские Алматинской области продолжают борьбу с браконьерами. Только за последнюю неделю на территории региона выявлено 156 нарушений природоохранного законодательства. Из них 106 фактов за незаконную охоту и нарушение правил рыболовства. 27 фактов нарушений порядка ношения, перевозки и хранения охотничьего оружия. Два факта незаконной порубки деревьев. Так, в ходе проверки сотрудниками природоохранной полиции была остановлена автомашина, внутри которой обнаружены шкура и мясо неизвестного животного. Его происхождение в ближайшее время установит экспертиза. Дополним, сотрудники полиции Алматинской области, согласно указанию МВД РК с 12 октября по 11 ноября проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Его цель – выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. Национальная разведка США заявила, что Иран несет ответственность за рассылку электронных писем с угрозами, призванных запугать американских избирателей и посеять смуту в разных уголках страны. Сообщается также, что Тегеран и Москва якобы получили данные о регистрации избирателей с целью вмешательства в американские выборы. Ранее американская разведка обвиняла Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Расследование, которым почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, эти обвинения не подтвердило. Совещание председателей фракции Европейского парламента решило присудить премию за свободу мысли имени Сахарова представителям оппозиции Беларуси. С тех пор, как в середине октября в шорт-лист премии вошла демократическая оппозиция Беларуси в лице Координационного совета инициативы смелых женщин, политических и общественных деятелей, она стала фаворитом. Глава Европарламента выразил надежду, что члены Координационного совета смогут присутствовать 16 декабря на церемонии вручения в Брюсселе. Премия в области прав человека была утвердена в 1988 году Европейским парламентом. Она вручается лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару. Премия составляет 50 тысяч евро. В среду днем неизвестный мужчина ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиде. Взяв заложники сотрудников и посетителей, он потребовал, чтобы ему принесли 500 тысяч долларов и обеспечили безопасный выход из здания. В руках злоумышленника оказались около 30 человек. Позже он стал их понемногу отпускать. Детали освобождения заложников не уточняются, однако сейчас их жизнь вне опасности. Преступник скрылся и разыскивается полицией. Инцидент расследуется по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника». Нацеленность на результат. 16 спортсменов представят Алматинскую область на чемпионате Казахстана по стрельбе из лука. До первенства осталась лишь неделя. Сейчас атлеты приступили к контрольным тренировкам. О готовности сборной региона к первым стартам после карантина расскажет наш корреспондент. Соревнование пройдет в двух дисциплинах. Стрельба из классического и блочного лука на каждую по 8 спортсменов. Подготовка к предстоящему первенству идет на всех парах. Как заверяют тренеры, наши лучники – стопроцентные фавориты на золотые медали. И потому главная цель наставников – первое место в общекомандном зачете. Атлеты, в свою очередь, настроены по-спортивному серьезно. Конкуренты – это Чимкент, Уральск, Нурсултан и Акмолинская область. Очень серьезные ребята также уже начинают подниматься в Павлодаре и Туркестан. Олимпийцы тоже будут участвовать. Олимпийцы в очень хорошей форме, так как они бы недавно прибыли со сборов из города Чимкент. В настоящее время в хорошем форме, могу сказать, 70%, где-то 80% подготовлен физически. Сейчас предстоящий обещает чемпионат Республики Астан. Готовимся туда. Надо там выступить, проверить психологически, технически, свои недочеты, исправить все свои недочеты, чтобы выступить на Олимпийских играх достойно. В числе участников и призерша азиатских игр Диана Макарчук. Она выступит в дисциплине «Компаунд» на дистанции и 50 метров. Стрельбой из лука я занимаюсь 8 лет. Из них вначале я стреляла полтора года с классического лука, потом перевелась на облочный лук. Будем готовиться. Я не скажу, что сейчас все спортсмены готовы на 100%, потому что были проблемы у всех с тренировками. Чемпионат Казахстана по стрельбе из лука состоится в городе Алматы 28 октября. 4 ноября подведут итоги. Отмечу в составе сборной Алматинской области, мастера спорта Казахстана и международного класса. Ставка на них высока, так как именно наши спортсмены представляют струну на Олимпиаде, чемпионатах Азии и мира. Алексей Цуя, Блэку Тукбай, телеканал ЖЦУ. На этом у меня все. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok